Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Особенность вооруженных сил Армении и касаясь событий в Тавуши, Никол Пашинян отметил, что они имели место в результате провокации азербайджанских сил и покушения на суверенную армянскую территорию, что вызвало жесткий ответ воскресения Армении. Никол Пашинян заявил также, что таким образом армянская армия сорвала более масштабные планы, начало которых было положено провокацией в направлении Тавуши. Никол Пашинян заявил, что для сокрытия внутренних социальных и политических проблем Азербайджан намеревался организовать провокацию на Тавушском направлении с целью отвести внимание общества Армении и нанести сокрушительный удар в Арцахском направлении. Фактически, премьер Армении заявляет, что предотвращение в Тавуши провокации и карательные действия армянской армии пресекли попытки Азербайджана дестабилизировать регион. Кроме того, армянские силы на деле обеспечили себе стратегические возможности для предотвращения подобных планов в будущем. Иначе говоря, армянская армия решила долгосрочную задачу. Причем, заявление Никола Пашиняна, которым он разоблачил планы Азербайджана, говорит о том, что армянская армия обладала соответствующими разведанными о готовящейся провокации и дальнейших планах, чем и была обусловлена асимметричность ответа армянской стороны. Асимметричность в том смысле, что на локальную провокацию армянская сторона ответила ударом стратегической глубины, неожиданным для Баку. Баку, видимо, собирался вызвать в Тавуши истощающее сопротивление, чтобы подготовить основной удар в Арцахе. Разоблачив истинные планы, премьер Пашинян заявил также, что необходимо отойти от постоянных разговоров по поводу нарушения перемирия и установить международные механизмы ответственности за нарушение перемирия. На деле Ереван анонсирует возвращение к Венской и Санкт-Петербургской повестке, но уже возможно на иных условиях. Это обусловлено тем, что армянская сторона получила возможность диктовать условия. Означает ли выступление Никола Пашиняна, что Армения приступила к политико-дипломатической карательной операции и предлагает обсуждение мира без предусловий? Роковое заблуждение. Азербайджанского государства нет, что будет вместо него. То, что происходит на Тавушской границе и что вступило в фазу относительного затишья, надеемся, во имя сохранения человеческих жизней, надолго, стало не просто столкновением двух армий. Реакция ряда международных организаций свидетельствует о том, что произошедшее стало военно-политической реалией регионального стратегического характера, которое является отражением противояния двух государственностей, сконцентрированных в локальных геополитических рамках. Точнее, очевидна конфронтация между армянской государственностью и азербайджанскими нефтедолларами, производного из этого израильского вооружения, в частности, беспилотников. Причем, получилось, что азербайджанские нефтедоллары на деле дискредитировали израильское вооружение. Судя по всему, Израилю придется пересмотреть сотрудничество с Азербайджаном. Не исключается также, что намерение Израиля оживить отношения с Арменией происходит в этой логике и обусловлено этим. Ильхам Алиев пытается, конечно, выстроить из нефтедолларов азербайджанское государство, хорошо понимая его искусственный характер. Просто Алиев, имея адекватное намерение, не особенно адекватен в вопросе содержания этого государства. Он пытается выстроить азербайджанское государство на экзистенциональной идее уничтожения армянской государственности. Это стало его роковой ошибкой и станет роковой ошибкой для тех, кто будет руководить Азербайджаном. Армянская идентичность, научно-технологическая мысль сформировали ударную силу армянской государственности, которая, используя благоприятную военно-политическую и региональную ситуацию, на сей раз осуществила асимметричные действия в ответ на провокацию Азербайджана и решила в Тавуша стратегическую задачу. Но неудача и провал, победа и поражение Азербайджана имели место не в Тавуша, а в головах военно-политического руководства Азербайджана и Каспийских нефтепроводах и газохранилищах. Нельзя выстраивать национально-государственную идентичность на нефтедолларах. Нельзя эффективно импортировать военно-техническую мысль Израиля, безусловно, одну из лучших в мире, и размещать ее на нефтедолларах. Израиль строил эту мысль на мощной государственной и национальной платформе и государственном контенте, а значит, эта мысль может работать только на этой платформе. Последовавшая за событиями в Тавуша внутриазербайджанская ситуация, турецко-азербайджанские обсуждения и выступления Алиева говорят о том, что Азербайджан – это административно-правовая инерция, а не государство. В противном случае, к примеру, кто-то осознал бы, что недопустимо на уровне пресс-секретаря мог грозить ударом по АЭС другой страны. Но это лишь небольшой фрагмент, на деле проблемы Баку гораздо крупнее. Они сделали еще более выпуклыми вопросы отсутствия содержания азербайджанской государственности и идентичности, и судьбоносность заблуждений по поводу заполнения этой бреши за счет армян. Анна Нагдалян в интервью Lenta.ru «Баку переоценил свой потенциал». Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян дала интервью российскому СМИ Лента.ru о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Ниже представляем полный текст интервью, опубликованный на сайте МИД Республики Армения. Вопрос. На границе между странами применяются системы град, танки, в ход идет живая сила, большое количество бла. Мы можем говорить о войне между Арменией и Азербайджаном. Ответ. Я бы сказала, это масштабная эскалация, спровоцированная Баку. Целенаправленный обстрел гражданских инфраструктур и мирного населения. Давно применяемая тактика азербайджанской стороны. Мы сталкивались с этим на протяжении многих лет, например, в апреле 2016 года, когда Азербайджан предпринял крупное наступление на границе с Арменией и линией соприкосновения с силами армии обороны Республики Арцах на Горно-Карабахской республике. Действия азербайджанской армии и в апреле 2016 года, и в июле 2020 года являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права. Мы неоднократно заявляли, что угроза применения военной силы не сработает. Армения и Арцах имеют достаточный потенциал для защиты нашей единой системы безопасности. Вопрос. До начала боев Армения располагала сведениями о готовящейся атаке. Ответ. Ваш вопрос больше адресован военным, нежели дипломатам. В целом можно отметить, что вооруженные силы Армении постоянно готовы дать отпор любым посягательствам. Со своей стороны могу подчеркнуть, что были политические предпосылки. Эскалации предшествовали нападки и обвинения президента Азербайджана в адрес посреднического формата минской группы ОБСЕ. Более того, азербайджанский лидер в последнее время выступает с позиций территориальных и исторических претензий к Армении. В частности, речь о столице Ереване, а также регионе Зангизур на юге Армении. В своих публичных заявлениях и выступлениях Баку вновь вернулся к агрессивной и воинственной риторике, заверив население страны в способности Азербайджана решить Нагорно-Карабахский конфликт военным путем. Вероятнее всего, в какой-то момент Азербайджан счел, что обладает достаточными возможностями для осуществления известных намерений, а именно, продемонстрировать желания и возможности азербайджанских вооруженных сил, навязать свою волю Армении и Нагорному Карабаху. Вопрос, какова предполагаемая цель противника? Ответ. Лучше всего спросить об этом представителей Азербайджана, так как нынешняя эскалация всецело является результатом их действий. Мы можем лишь предполагать, чего хотели добиться в Баку. Вероятнее всего, военно-политическое руководство Азербайджана сочло возможным продемонстрировать военное превосходство над Арменией, однако сильно переоценило свой потенциал. К тому же руководство Азербайджана традиционно использует фактор нестабильности на границе с Арменией и Нагорно-Карабахский конфликт как внутриполитический инструмент. Антиармянская ненавистническая пропаганда позволяет власти объединять, консолидировать азербайджанское общество. Бои позволяют отвлечь внимание от внутренних проблем, таких как диктаторский характер власти, повсеместная коррупция, грубые нарушения прав человека, нарушения всех основных прав и свобод. Вопрос. А как вы оцениваете реакцию международных партнеров Армении на происходящее? Наблюдатели называют ее как минимум вялой. Ответ. Мировое сообщество как на уровне государств, так и на уровне международных организаций, незамедлительно и однозначно отреагировало на события последних дней. Они единогласно призвали прекратить боевые действия. Мы высоко ценим ясную и бескомпромиссную позицию наших партнеров, высказавшихся за неприемлемость военных авантюр. Тем не менее, отдельные страны выступили по меньшей мере с деструктивной риторикой. В этом плане хочу отметить позицию Турции, которая не только безоговорочно поддержала Азербайджан, но и выразила явные претензии в отношении Южного Кавказского региона, который президент Турции и прочие вторящие ему официальные лица пытаются обосновать ссылкой на историческую миссию Турции в нашем регионе. Это неприемлемо, в столь сложной региональной обстановке, выступать с прямым или косвенным поощрением агрессивного и провокационного поведения Азербайджана. Мы сожалеем в связи с прозвучавшими заявлениями подобного характера. Крайне важно, чтобы третьи страны отказались от политики, которая разжигает нестабильность, или каким-либо образом оказывает поддержку Азербайджану на основе родства или подпитывает его иллюзии относительно военного варианта урегулирования. Вопрос. Баку на официальном уровне пригрозил атаковать армянскую АЭС. Насколько серьезно Ереван относится к этой угрозе и чем может ответить? Ответ. МИД Армении уже выступил с соответствующим заявлением. Данная угроза нацелена против всех народов региона, в том числе и населения Азербайджана. Азербайджан должен немедленно публично отказаться от этих угроз, и мы будем проявлять последовательность в данном вопросе. Подчеркну, что данная угроза не только свидетельствует о степени отчаяния и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана, но и об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества. Вопрос. Примечательно, что новая эскалация произошла не на территории Нагорного Карабаха. Следует ли связывать их с тем конфликтом? Ответ. События последних дней, конечно, следует также рассматривать в контексте азербайджанских провокаций против Республики Арцах. Как я уже отмечала выше, военный авантюризм – это в целом основной метод региональной политики Баку на протяжении многих лет. С нашей точки зрения, провокация на межгосударственной границе и попытка захвата оборонительного укрепления, расположенного на территории Республики Армения, является угрозой нашей национальной безопасности. Подобное должно быть пресечено всеми имеющимися в распоряжении Республики Армения средствами. Вопрос. Каковы дальнейшие варианты развития ситуации? Приостановка боевых действий или, скажем, армянское наступление для создания пояса безопасности. Ответ. Мы неоднократно заявляли и продолжаем настаивать, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Надеемся, что после военного фиаско Азербайджан проявит большую ответственность в отношении соблюдения и укрепления режима прекращения огня. Существуют конкретные предложения по мерам укрепления безопасности и доверия, включая увеличение числа и постоянная дислокация на местах международных наблюдателей, прямую линию коммуникаций и внедрение механизма расследования предполагаемых нарушений режима прекращения огня. Их реализация поможет избежать дальнейших возобновлений эскалации. Однако Азербайджан отверг эти механизмы проверок, отсутствие которых способствует как увеличению жертв среди гражданского населения, так и беспочвенным обвинением в адрес армянской стороны. Подчеркнул, что в сложившейся ситуации усилия по прекращению боевых действий, безоговорочному и полному восстановлению, сохранению и укреплению режима прекращения огня, подписанного между Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном, являются императивом.